уважаемые друзья я рад вас приветствовать на нашем канале и у нас сегодня замечательный интересный человек иванова эмма ивановна она в общем то как бы специалист и по висцеральным практикам но у нее есть одна тема которая но завораживает мы ведь все кушаем каждый день и наша пища должна быть лекарством они лекарства пищей и поэтому мы с вами должны как-то ориентировать своих пациентов что пить что есть как готовить пищу для того чтобы получить максимальное оздоровительный эффект от этой пищи ну вот я бы хотел конечно вот представить вам эму ивановну и может быть даже задать ей несколько вопросов таких которые наверное будут тяжелыми вы знаете лицам тимофеевич я может действительно вы правы я не специалист в области питания лечебного или диетического питания но вместе с тем считаю что как бы человек не питался пища должна усваиваться чтобы он чтобы он не кушал он должна усваиваться знакомясь с разными традициями с разными народами понимая что у каждого ведь свои традиции питания у кавказских народах одни у среднеазиатских другие у индийских третье ну и мы северные люди у нас тоже свой тип питания и здесь я бы наверное свою роль как человека который занимается травами который рекомендует травы людям все-таки говорила об усвоении о помощи в пищеварении и здесь прежде всего конечно нам необходимо безусловно работа висцерального терапевта потому что если органы на месте если нет никакого сдавления если нет сложности в переваривании если нет ну скажем так запоров то ведь пища по-другому будет усваиваться будут белки будут мышцы будут жиры будут слизистые будут углеводы будет энергия у человека и вот повторюсь что свою роль я вижу именно в том чтобы рекомендовать параллельно с висцеральными практиками такие растения которые будут медленно может быть но очень бережно организму помогать и здесь здесь конечно же сколько раз мы говорили про осину огромное количество раз это удивительное растение которое все знают но она каждый раз выходит на первый план не только потому что мы с нее начинаем свой сезон ведь она самое первое растение которое мы начинаем собирать весной но и потому что она действует настолько бережно что даже когда у человека очень серьезные проблемы когда он перегружен токсинами когда заболевание его столько что не хватает медицинской карты начинать с осины это всегда хорошо главное понимать как правильно ее использовать самое интересное что это растение рекомендуют детям и по исследованиям новосибирского института именно кафедры педиатрии они именно именно осину рекомендуют детям с двух лет много исследований это и противопаразитарные свойства используются в том числе а это всегда важная отрасль тем более дети им не все можно это и пожилые люди где тоже нужно бережно подойти но это и мы обычные люди которые где-то под осень или даже весной необходимо небольшое очищение и очень бережные самое интересное что в разные периоды собранная осина а по-разному приготовленная будет иметь разный эффект осина удивительно интересное растение конечно же раз это кора мы понимаем что это прежде всего дубильные вещества которые нашему организму нужны но ведь и не все всегда и горечь и горечь и горечь и тоже будет желчегонный эффект иметь это будет работать как противопаразитарка но при всем при этом если мы будем ее заваривать крутым кипятком будут выходить дубильные вещество до горечи но при этом если у человека есть слонность повышенному давлению для него это не есть хорошо если этот человек если температуру человека или повышенное давление то нам необходимы ее свойства, как аспирина. Поэтому здесь мы будем заваривать теплой водой до 50 градусов. И тогда это даст и желчегонный эффект, ну и для снижения температуры, давления, то есть для разжижения крови. Интересные сейчас идут работы среди травников. Мы достаточно широкий сейчас спектр используем разных способов. Это и завар, это и настой. Понятно, и настойка. Но сейчас включаются и такие интересные формы, как свечи, масла. И еще одна очень интересная тема, которую, думаю, важно будет поднять и на семинарах, и, может быть, в каких-то выступлениях. Мы столкнулись с тем, что не всем народом, не во всех традициях возможно употребление настоек. То есть настойных на разных спиртовых разведениях. Но, может, к сожалению или к счастью, многие вещества невозможно достать маслом или водой, необходима вот эта молекула. И оказывается, что в этом случае нам может помочь глицерин. Потому что он относится к спиртам. И, безусловно, вот эту роль для тех людей, которые не могут употреблять, или не имеют права вследствие разных причин, можно использовать. И самое интересное, что так можно поступить с любым растением. То есть приготовив его в разных формах, оно будет у нас играть разную роль для разного возраста, для разных случаев. То есть, как говорит мой любимый педагог Елена Викторовна Наумова, можно стать однажды доктором одного растения. Главное знать, где и когда его использовать. Вообще, если говорить о противопаразитарке, особенно детской, издревле ведь очень хорошо использовали тыкву. Семечки тыквы. Можно их измельчить, можно заварить, можно так щелкать. Это великолепный противопаразитарный эффект будет иметь даже у детей. И с кожуркой. В том числе и с кожуркой. Можно и без кожурки, но только нужно будет как следует перемолоть. Можно заварить. Хорошие результаты сейчас вот у нас идут с маслом тыквы. Особенно если это микроклизмы в детстве. Вообще ведь проблема у детей в противопаразитарных инфекциях и противопаразитарных заболеваниях связана с тем, что сейчас мало дает детям горечи в пищу. То есть рафинированная пища, сладкая и жареная, и фастфуд размножают только флору. Губят ее и размножают разного рода ненужных жителей нам в нашем кишечнике. Поэтому горечи первое дело детям в пищу. И в данном случае нежная горечь тыквы хороша? Хорошо работают свечи, которые тоже можно сделать с помощью тыквенного семени и масла. Хорошо сделать ректальную капельницу. Потому что... В общем, отвар. Да, настой. 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 То есть здесь в данном случае мы доставляем в организм необходимые вещества. Миной желудок. Очень хорошее сейчас исследование и опыт хороший. Вот именно с этой темой она, я думаю, настолько перспективна, что даже сложно себе представить. Я даже не представлю, как из тыквы сделать свечку и вставить. Все очень просто. Делается извлечение. За основу берется масло какао. Масло какао берется. Все не так просто. Да. Не сложно этому научиться. Есть разные приспособления. Но я думаю, что вот эту свечку может сделать каждая мама. Если есть необходимость. Не только для ребенка, но и для себя. А главное, что это щадящий метод. Работающий очень точно. Всасывание в прямой кишке очень эффективное. Я думаю, что это перспективное направление у фитотерапии. Вообще-то, конечно, это очень интересно. Интересно, какие-нибудь такие случаи были, когда пациент что-нибудь перепутал, получал совершенно такой уникальный какой-то опыт? Пациент перепутал. Но чаще всего ведь, когда назначаешь что-то, бывает так, что, конечно же, даешь готовое. Но ведь часто люди включаются в процесс и начинают сами что-то делать. Собирать, выращивать. Вот один наш доктор, очень известный, он решил, посмотрел по ютюбу нашего известного фитотерапевта Зайцева, который говорил о уникальных свойствах лопуха. Ну, правда, она говорила больше о листьях и соке. Но он накопал корни, измельчил их и имел для себя реальное доказательство о том, как корень лопуха снижает сахар в крови. То есть, цель его была немножко другая, но тем не менее, эти моменты он отследил. То есть, то количество инулинов, которые есть в корнях, дуванчика, лопуха, вот мы имели такой великолепный эффект, что он почувствовал, что реальное снижение сахара. Поэтому, безусловно, эти растения при диабете, безусловно, при работе с животом, потому что без этого никуда, никакое вещество, никакой продукт, никакое растение не будет всасываться так, как нужно, если есть беспорядок. Часто бывают интересные результаты, неожиданные. Иногда даже не хочется верить, но они бывают. И хочется повторить, чтобы было как можно больше случаев, и тогда можно делать вывод. Но пока 5-6 случаев недостаточно. Хочется достаточно большое количество результатов. Но мы работаем. Интересно. Вот тут сегодня была пациентка, и я ей показал коробочку, в которой камни желчного пузыря. Так вот, эти камни желчного пузыря, как чудо, они вышли из нее сами. То есть, то ли эффект ожидания, то ли еще что-то сработало, но сработало так, что после первой же процедуры на животе, а она к ней долго шла, она ждала, 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 то ей страшно было все-таки камни в желчном пузыре, а тут кто-то начнет тискать, мять, и вот она готовилась, готовилась, и вот эта подготовка сыграла определенную роль. Я продавил живот, казалось бы, снял напряжение с области печени, и вдруг из нее посыпались эти камни. И вот она вымыла, промыла, они всплыли у нее в унитазе, она их собрала и принесла, промыла и принесла мне на показ. Но самое главное, это непредсказуемо, потому что случайность, случайность, которая запустила какой-то механизм, который существует, и вот, может быть, и с фитотерапией такая ситуация тоже складывается иногда. Ждешь одного, а происходит другое. Есть такое? Ну, конечно же, бывает. Это, прежде всего, связано с тем, что когда ты даешь какую-то рекомендацию, или даже уже какой-то готовый препарат для, ну, скажем, для пищеварения что-то, а на самом деле запускаются процессы совершенно другие. То есть у человека меняются взгляды, меняются поведения, изменяются эмоции, изменяются отношения в семье. Вроде бы никак не связано было с той первой целью, когда это назначаешь и даешь. Вот этот вот эффект седативный, психосоматический иногда настолько неожиданные результаты дает. И если говорить о вашей пациентке, безусловно, она, видимо, была готова, вы правы. И несмотря на то, что она, может быть, ничего и не пила, но у нее, ее эмоции дали ей вот этот эффект седативный, когда вот она отпустила себя. Поэтому вот этот фактор эмоциональный, наверное, тоже следует учитывать и в фитотерапии. Конечно. Я вот сколько беседую, встречаюсь с разными специалистами, не только с фитотерапевтами, но вот и с мануальными терапевтами. Очень часто мы в контакте работаем. Он всегда говорит, 70% в любом сборе должно быть седативных компонентов. Потому что пока человек находится в напряжении, пока он не уверен в себе, пока вокруг его и он сам в таких тяжелых эмоциях, очень сложно добиться результата. Каждый раз возвращается, человек приходит снова с той же самой проблемой. И вот вы знаете, Александр Тимофеевич, это, конечно же, это не фитотерапия, но тем не менее здесь очень интересная тема – цветы Баха. Это известно достаточно в прошлом веке. Был доктор в Англии, он делал цветочные настои. Они до сих пор известны, они используются, но иногда надо начинать именно с успокаивающих компонентов, а потом уже идти в более серьезном. Ну, вы, наверное, сами знаете, что эмоциональные зажимы дают очень сильные мышечные блоки, что иногда и разминание не помогает, и слово не всегда помогает. А вот такой вопрос. А жители города способны вот, так сказать, вот эту науку постичь? Конечно, способны. Мы, может быть, будем не говорить не о фитотерапии, а об использовании растений. Очень хорошо сейчас у нас представлены магазины специй. Специи – великая, семечки – великая вещь. Что может семя фенхеля? Оно может все. Почему? Потому что его способность собирать газообразование уже обеспечивает многие моменты. Уже и боль, уже и вздутия нет, уже и пищеварение по-другому. Поэтому, если нет возможности выехать, что-то собрать или что-то вырастить, пожалуйста, магазин специй, укроп, фенхель, тмин, анис. Я думаю, что, безусловно, каждый человек, да и перцы. Так это можно всем рекомендовать? Конечно. Да, конечно. Как на столе всегда был? Обязательно. Или укроп? Фенхель всегда. Так и есть. Это несложно. Фенхель даже в аптеке продают. Поэтому ложечку или пол-ложечки фенхеля перед таким серьезным приемом пищи, обед или поход в гости, мне кажется, он поможет. Соберет все то, что не нужно, подготовит к усвоению. Я думаю, это здорово. Классно. У тебя планируется несколько семинаров, которые будешь проводить на нашей базе. И я думаю, что и по городам России. Конечно, у тебя есть какой-то план, да? Конечно, да. А сколько, как у тебя примерно раскладываются вот эти семинары? Ну, сейчас, наверное, два. Два семинара, один из которых мы посвятим большинстве своем технологии. То есть приготовлению разных препаратов из каких-то самых доступных трав. Мы попробуем сделать и отвар, и настой. Настойку мы не успеем, но я думаю, что я смогу это сделать, и мы должны все равно это показать. Мы пройдем тему капсулирования. Это тоже интересная тема. Особенно, когда это дети, или это очень травы, которые невозможно, очень горькие, не все могут это воспринимать. Мы обязательно попытаемся изготовить свечи. Мы можем сделать пилюли. Я, наверное, много забыла. Но я думаю, что мы возьмем несколько растений, наиболее распространенных, наиболее доступных, и препараты из них прямо сделаем, прямо на семинаре. Отлично. И тут же попробуем. Так надо слушателям будет прийти с чем-то? Я думаю, что я все это подготовлю. И попробуем. Будем пилить, строгать, набивать, да. То есть клуб мастеров. А вот как интересно, если связать это с висцеральной терапией, это может быть как подготовка к терапии, или во время терапии, или после терапии? Я думаю, если эта тема именно психосоматики, седатив, если доктор видит, что пациент сначала надо как-то подготовить, немножко расслабить, то, конечно, до что-то мы можем использовать, что-то во время. Ну и, скажем так, не то чтобы зачистить, но улучшить результат. Тоже что-то можем использовать и после. Все зависит от задачи. Вот сейчас очень много народа приходит в стрессовом состоянии. Стрессы, стрессы, стрессы. Естественно, там проблемы желудка, проблемы, скажем, нарушения пищеварения из-за стрессов. Может быть, какую-то такую легкую рекомендацию можно сделать для наших слушателей, чтобы они попробовали и хоть была польза от того, что они просматривают нашу программу, не дожидаясь семинара. Конечно, среди седативных средств многие ведь знают настойки и пустырника, и валерьяны, и мята. Кстати, мята одна из самых таких доступных и самых эффективных способов, скажем так, немножко эмоционально себя подлечить. Кроме того, она ведь является прекрасным помощником в пищеварении. Я думаю, для висцеральных терапевтов именно мята может здесь сыграть такую позитивную роль. Мы знаем, что во многих барах, ресторанах есть блюда, обязательно сопровожденные листочком мяты. У кого нет возможности купить или вырастить свежую, можно использовать сухую, а у кого-то может есть возможности капнуть и настойку. Я, пожалуй, бы назвала самую быструю, это мяту. Безусловно, растений седативных много, и мы тоже будем их изучать. Есть очень, с одной стороны, редкие, с другой стороны, очень эффективные. Но для того, чтобы их вырастить или собрать, необходимы определенные условия. Но я думаю, что если мы это изучим, то впереди лето, и многие это смогут сделать. Ну, правильно. Зимой научились, а в этом сделали. Да. Здорово. Ладно, Эмма Ивановна, большое вам спасибо за вот такой небольшой экскурс в вашу тему. Я надеюсь, что среди зрителей найдутся кто. Вы хотели бы выслушать это целиком, понять, освоить, но самое главное, применить. И для себя, для родственников, и для своих пациентов, если вы занимаетесь, наверное, непосредственно их здоровьем. Я с удовольствием поделюсь со всеми. Все, что знаю, расскажу. Все попробуем. Так что, я думаю, будут заинтересованные, пусть приходят. Спасибо тебе за интересную встречу, беседу. Надеюсь, мы еще увидимся на нашем канале. Ну и, естественно, после семинаров обязательно нужно подвести какой-то общий знаменатель и обсудить. И вообще много вопросов, которые, я думаю, будут приходить. Обычно, когда люди просматривают, народ просматривает семинары, они иногда пишут вопросы, пишут какие-то, ну и приходится отвечать. Надеемся, что и здесь тоже пустоты не будет. Я тоже надеюсь, потому что все вопросы, которые приходят, они ведь для того, чтобы и мы развивались. Обязательно. И те люди, которые вместе со мной работают, и рядом со мной работают, это тоже коллектив, который тоже ждет ответной реакции. И если что-то непонятно, или нужно что-то изучить, то у нас впереди очень интересный путь. Это всегда за право. Спасибо вам, Александр Тимофеевич. Спасибо. Итак, друзья, до встречи на нашем канале. Надеюсь, мы услышим или увидим отзывы об этой передаче. Ну и еще разочек. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова